Подмосковные вечера Здравствуйте, Кира, дорогие телезрители Сереж, сколько времени прошло с момента старта вашей эстрадно-артистической карьеры до дня сегодняшнего? То есть до ситуации, когда зрители говорят, ну кто же его не знает? Да, честно говоря, Кир, я не знаю, потому что тут, смотря что, брать за точку отчета Если брать выход уже на такую профессиональную, взрослую сцену, московскую Ну тогда 4 года А если начинать с КВНов и с ТЭМов, которые были, наверное, в жизни каждого человека Ну тогда, наверное, лет 10 Ну так вот я как раз хотела услышать о том, какова для вас эта точка отчета Да для меня, наверное, это вообще вся жизнь Потому что я рос в Днепропетровске Есть такой город на Украине И вот такой был у нас небольшой рабочий район на окраине Вот такие вот финские домики на 8 квартир коммунальных И мы там постоянно устраивали летом такие, знаете, представления импровизационные А я был единственным мужчиной во дворе, 4-летним, да Поэтому, естественно, все мужские роли были мои Я там был король Просто больше выбрать было низкого Вот, и мы там натягивали веревку между гаражами Там вывешивали простыни Это у нас был такой театр А когда меня не брали, я, значит, как-то пытался все-таки отомстить и напомнить о себе Вот, например, они однажды пели песенку про красную шапочку, девчонки А меня не взяли Я так надеялся, выучил слова, как последний идиот А они не взяли Вот они стоят тут в простыне и поют А я взял у бабушки такую длинную спицу И сзади, так, значит, скажем, стимулировал вокал Но было неплохо, представляете, они доходят до припева А-а-а, в Африке горы вот такой Ну, бывают шаги за сценой, а у вас какие-то действия будут такие партизанские за сценой Да, да, я это тоже делал, там, крик чайки, там, шорох, значит, болотных птиц Это все были мои роли поначалу Так что, вот, если считать оттуда, вот, с четырех с пяти лет, ну, так дальше и пошло Этим, наверное, как вот заболеваешь в детстве, то все уже, выздороветь невозможно Петровна прошла сладный путь Мы запомним ее Как, к сожалению, честную труженицу В основном верную жену Петровна рано познала радость матершинства Ну, насколько я знаю, у вас все-таки была семья технарей, артистов Да Каких-то вот музыкантов там не было в семье А как пришла мысль сама вот об эстраде, о сцене? Не знаю, честно говоря Ну, в детстве я, как и все ребята, конечно, мечтал о чем-то, но я мечтал петь поначалу Я обожал Людмилу Зукину, это была моя любимая певица Значит, я любил там надеть какое-то длинное платье, надеть туфли на каблуках, значит, взять расческу и спеть издалека долго, течет река Волга То есть у вас был женский репертуар Ну, Зыкинский, да Я еще любил Магомаева, но Магомаев как-то не получался, а вот Зыкина моя была певица Потом Алла Борисовна, значит, потом я покинул Людмилу Георгиевну Да Ну, я не знаю, я как-то не думал об этом серьезно Вот, потому что институт, все, вот это, знаете, родительское наставление Не надо тебе это все, это все такое временное Вот давай, стань инженером, а там посмотришь Ну, пришлось поступить в технический вуз в Омске Вот, ну, а технический вуз опять, видите, природа-то берет свое Опять пошли КВН, СТМ, ну, и там уже я понял, что, ну, не могу я без этого Ну, вот только это то, что мне доставляет какое-то удовольствие в жизни Поэтому так потихонечку, наверное, вот в 20-летнем возрасте я понял, что буду заниматься юмором Вот говорят, что в жизни, в карьере артиста, эстрадного или театрального, есть такие три, по ста себе три составляющих Наверное, три кита Талант, трудолюбие и, если я не ошибаюсь, удача Удача Удача, да Смотрится и привлекает внимание остальных К сожалению, мне кажется, они равноценны И очень многим людям третий кит, кит удачи не встречается Но это уже на все воля Божья Ведь очень много талантливых артистов, потрясающе талантливых, которые, ну, играют там в каких-то провинциальных театрах Никто о них не знает, хотя Господь Бог их наделил таким голосом, там, такой фактурой и прочее Но не сложилось, что-то не повезло, вот Ну, мне он встретился, третий кит Но это не моя заслуга Моя заслуга, может быть, первые два Там работа, даже один Потому что талант, ну, это тоже сверху Все, что дается Вот единственная работа Но с другой стороны, с другой стороны Все-таки, если загореться целью какой-то Ну, мне кажется, все равно мы ее достигнем рано или поздно То есть, ну, не совсем это зависит от случая Встретим этого третьего китая одинец Все-таки нужно как-то к нему еще подгребать потихонечку Если уж мы начали с удачи Она имела какое-то в вашей жизни реальное воплощение? Может быть, какая-то встреча или какая-то случайность? Как это было? Вы знаете, ну, так трудно сказать Наверное, это все так потихонечку происходило, происходило Я не могу сказать, что я однажды проснулся и почувствовал себя, например, известным человеком Нет, это не так Я и сейчас, в принципе, не чувствую Потому что это все происходило как-то плавно И слава Богу Если бы, например, на меня вдруг в 16 лет свалилась всемирная слава Я не знаю, как бы я это выдержал на своих хрупких плечах отрока 16-летнего А так уже в зрелом возрасте Это как-то более правильно, наверное Я вообще, знаете, живу по принципу Воланда Из мастера Маргариты, который сказал такую фразу Примерно Никогда ничего не просите у сильных мира сего Сами придут и все дадут Вот я никогда ничего не просил Ни у Петросяна, ни у Регины Дубовицкой Когда приехал в Москву Вот, например, первая встреча с Петросяном Ну да, я ему показал свою кассету Он долгое время никак не реагировал То есть, наверное, месяца 4 Ну, я уже решил, что все Ну, мало ли у него таких мальчиков Там и девочек, которые постоянно присылают какие-то материалы И вдруг вот он мне сам звонит И начинает обсуждать мое творчество Причем я понимаю, что он посмотрел ее неоднократно Поскольку он там что-то цитировал Он свое мнение высказывал То есть человек посмотрел И в конце говорит А давай я про тебя сниму «Смех и панораму» Один из выпусков То есть не номер, а полностью программу, посвященную мне И до этого ваших номеров на телевидении не было? Не было Я вот снялся в «Смех и панораме», но этого еще в эфире не было Он хотел это вставить в передачу Я вообще просто до речи потерял То есть до этого, как нормальный парень из Сибири, я понимал, что за все нужно платить, наверное, да Что ну как иначе, иначе никак И тут вдруг человек сам предлагает сделать передачу Ну, пожалуйста, получилось Потом был конкурс В конкурсе сидела, в составе членов жюри сидела региона Тут подходит какая-то тетя Говорит, дорогие мои Знаешь, кто я, Сережа? Не знаешь? Как же ты не узнал твою мать? Опять же Я не шел сам в аншлаг Аншлаг вышел на меня Они меня сначала пригласили как автора Ну, хорошо Я пишу и даже не говорю про то, что хотел бы сам выступить Думаю, ну, как-то я так стеснялся Думаю, ладно, может быть, потом как-то Опять же она предлагает Ну, может быть, ты выступишь сразу на новогоднем аншлаге Куда, в принципе, приглашаются только мэтры там Уже с проверенными хитами Проверенными в течение всего года Может, выступишь? Ну, хорошо, да А что, я два года в Москве, и тут концертный зал «Россия» И новогодний аншлаг, съемка Но выступил, тоже случай И вот так, понимаете, вот из таких вот маленьких вот страничек Вот эта первая глава и получилась Как-то так вот, не знаю Ну, я действительно ничего сам не просил Не проявляю инициативу Как-то это все шло Вот мы сейчас заговорили о том, что вы сами являетесь автором монологов К сожалению, этому как-то очень мало уделяется внимания Потому что мы видим вас Вы не обижены телевидением, прямо скажем Мы часто видим вас на центральных каналах И видим вас как исполнителя А кем это написано Для зрителя это остается загадкой Насколько я знаю, все эти монологи и все эти номера ваши Да А есть ли какие-то номера, которые вам уже приносят И вас просят исполнить? Потому что настолько редко бывает, когда Сочетается исполнительский и авторский талант Но наверняка обращаются Конечно, Кир И вы знаете, это одна из моих больших проблем Тут вы просто в такую точку попали В такое яблочко Дело в том, что, конечно же Артист должен исполнять произведения разных авторов Потому что Уж назвался груздем Ну, ты должен как-то с разных сторон себя показывать А я все равно повторяюсь Хочу я того или нет Ну, невозможно шутить постоянно На одну и ту же тему по-разному Ну, где-то я повторюсь, естественно А тут свежий какой-то взгляд Новый какой-то поворот Новая вообще тема Ну, вот, понимаете Я, наверное, все-таки вот Болен этой болезнью всех авторов Которые признают только свое И все остальное отвергают напрочь Ну, вот, когда приносят эти тексты Вот все, что мне приносили Ну, вот, вы знаете Я читаю и не понимаю Как я это должен сделать Это плохо Человек должен уметь понять И как-то это дело потом интерпретировать Но я не могу Я поэтому все, что мне приносили Я с таким вот уважением отдавал на зад Говорит, вы знаете, очень здорово Но это не мое Но это действительно не мое Что-то мне даже нравилось Но я не представляю Как я это исполню Может быть, потому что Когда я пишу номер У меня вот сразу перед глазами Стоит вот этот образ Который я туда закладываю И если бы вы посмотрели Вот то, что написано Это нормальный человек вообще Не поймет Потому что там половина на ужимках Там половина на каких-то там Не знаю, звуках таких утробных Да И это все так написывается Быстренько-быстренько Это мне понятно и достаточно У меня так, в принципе, нет Написанных-то трудов Мне говорят Давай, может, там какую-нибудь Книжечку издадим Я говорю Так, а мне издавать-то нечего Потому что эстрадный номер И литературный Это вообще разные вещи Литературный Ну, там должна быть литература Там это должно быть красиво Как-то вкусно написано А эстрада Это же все-таки аудиовосприятие Там попроще Не надо никаких Депричастных оборотов Там просто Но с изюминкой Самое такое вот мясо Оставляется Не, ну это не странно Сколько градусов Сколько градусов Не, откуда я знаю Сколько градусов Не знаю Минус 20 сегодня Холодно Хорошая собака Хозяина не выгонит А сколько градусов В том, что я пил Не, откуда я знаю Вот ты когда пьешь Чай Ты что туда Градусник опускаешь Ты меня в последний раз Спрашиваешь, что пил В последний раз В последний Это ты себя так плохо чувствуешь А есть ли обратная сторона медали Авторства Не тот момент, когда Вы Вам приносят А И вы по каким-либо причинам Не можете это Или не хотите исполнить А когда вы пишете Вот как вы выбираете Кому вы это отдадите Или исполните сами Я этим занимался Вот Первые два года Когда я перебрался в Москву То есть Вот я Предлагал свои вещи Но Там был, знаете Такой совершенно спонтанный процесс То есть Да вот Чей телефон удавалось Добыть Тому и предлагал И вот так получилось Что Значит Первым Мои вещи Всполнил Вадим Равинокур Но это было еще В Омске Он приехал На гастроли В 97-м Я Пришел к нему В гримерку За кулисы Говорю Владимир Анатольевич Ну вот Текст этот Он говорит С кем вы работаете Говорю Не с кем Вот Вы первый мужчина В моей жизни Бл-бл-бл-бл И к моему великому удивлению На следующий же день Уже из другого города Он позвонил Говорят Вот Ну давайте Вадим Анатольевич Да Все И вот он так Сходу А что это была за вещь? Это была вещь Про То как мужчина Значит Познакомился С женщиной По объявлению А вот А пришла другая И вот как это у них там Завертелось Называлось БУ-150 Эта вещь Я даже не знаю Он ее снимал По телевидению или нет Потому что Туда уже задается Как правило То чего нет в концертах Вот Ну наверное Все-таки Она ее еще исполняет Поэтому не записывал Пока Ну вот этот монолог Потом Януар Лазорову Я одну вещь Тоже Показал Про стюардессу Больше всех Исполнял Эфим Шифрим У него по-моему Три монолога было Один у Клары Новиковой Один у Лены Степаненко Ну вот так вот Прошли два года В общем-то Я старался особо-то Свой репертуар Не распылять Потому что Ну А сам-то С чем остался Себе 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 С тех пор Как я сам Стал выступать Мне вроде как Это понадобилось Самому Поэтому Я пока Никому не пишу Ну наверное Уже Такая ситуация Когда уже Люди могут И обращаться Ну напиши Ну напиши Вот по заказу Вы пишете По заказу Пишу Но это как правило Вот все вот эти вот Аншлаговские Между собой Чики Которые происходят Вот там Есть доля Моего труда То есть какие-то там Песни капустные Сценки И прочее Вот этим приходится Заниматься Но написать вот номер На заданную тему Может быть и можно Но пока у меня Не получалось Ну получается Но знаете Такое ощущение Что это какая-то Механическая работа А вот Вдохновения Там маловато Но это ведь Должно идти наоборот От сердца уже Через голову И дальше на бумагу А когда на бумаге написано Напиши Про штукатурщиков Там таких-то Да Ну У меня вот Обратного пути нет Может у кого-то есть У меня нет Ну я имела ввиду Конечно артистов Которые просят И говорят Напиши для меня Да Они говорят Что-нибудь все равно Что оно для меня Я хочу читать твое Или таких обращений Еще пока нет Да как же нет Есть Естественно Я вот уже Рассказываю сейчас На концерте Вот Клара Борисовна Тут как-то Перед Новым годом Говорит Вот праздники Прибежать с Новогоди Мне совсем не с чем выступать У вас хоть какая-нибудь Там есть Ну байка Маленькая Случай Я говорю Ну Клара Борисовна Ну вот расскажите Я видел Два пацана Во дворе дома Слепили снеговика Один говорит Ну все Я побежал за морковкой А второй ему вслед Коля Возьми две Нос тоже сделаем Она говорит Ой как смешно Я обязательно расскажу Обязательно Ну ладно Проходит несколько дней Звонок В трубке Убитый горем Голос коварной Сережа Я с вашей байкой Провалилась Говорит Да не может быть Вы наверное что-то перепутали Ну что я могла перепутать Ну два пацана Во дворе дома Слепили снежную бабу Говорит Павлесовна Снеговика Говорит Ну какая разница Говорит Павлесовна Не думал что для вас Это будет новостью Бабе вторая морковка Не нужна Видите помог А еще на большом пароходе Красотулечка Клара плыла И Амур своей острой стрелою То что надо обоим пронзил У меня тогда другой вопрос Связанный с чувством юмора У самих юмористов Есть такое мнение Что в жизни Сатирики и юмористы Им так этого юмора хватает на сцене Что вообще в жизни они люди мрачные А вы Как ни странно да Я вот Тоже на это обратил внимание Ну вот если например Собирается компания Где сидят писатели-сатирики Вот ничего более скучного Себе представить невозможно Вот Ну понимаете Мы же люди тоже нездоровы То есть вот кто-то расскажет анекдот Каждый начинает не смеяться А оценивать Так было не было Можно в какой-то номер ставить Что с этим можно делать Как рассказать тут же По полочкам Представляете какая веселуха Кто-то шутит Да и все Все в гробовом молчании проходит Вот Ну если рядом там сидят Например Семен Альтов Трушкин То есть люди Которые постоянно смеются Да Особенно Семен Альтов Значит Посмотришь И жить хочется И шутят Вот так Монотонно Так что Ну бывают исключения Вот например Леон Измайлов Ну это вообще Самый смешливый человек Который есть На эстраде Вот он Он постоянно Вот за кулисами Вносит какую-то такую Атмосферу веселья Даже когда вот Человек напряженный Вот На Новый год На этот Ну конечно Волнуешься перед выходом Все-таки Съемка Ну А съемка Это один раз Ты должен все сделать правильно Не запнуться Там и прочее Я стою Вот так Трясусь Хотя номер проверить Но все равно волнение есть И Измайлов так рядом стоит На меня смотрит Говорит Серега Я тебе что хочу сказать Вот красивый ты парень Костюм у тебя красивый Галстук красивый Ну мне кажется С застегнутой ширинкой Тебе лучше Я так Действительно Представляете И как-то Легче стало Все это ушло куда-то Вышел Сделал Нормально Так что Тут Как у других людей Кто как Кто веселый Кто Не очень А вы? Да я все-таки Тоже смешливый Я конечно Тоже оцениваю Ту или иную шутку Анекдот Но я смешливый человек Вот у Генки Ветрова Есть жена Карина Когда мы например Вместе собираемся В одной компании Ну это все То есть Знаете Вот это как Один другого Подзадоривает У меня смех Такой Немножко Истерический И у нее И вот мы потом Начинаем заводиться Друг от друга Ну и все Это уже Вечер заканчивается В свое время Вы принимали Участие в программе Анекдот Анекдот На ТВ-центре Вы Анекдоты Придумываете Сами? Есть такой момент? Ну Вы знаете Я ведь Не анекдоты придумываю Я например Придумываю то Что называется Репризами В монологе Но из этого Можно сделать Анекдот Элементарно То есть Есть какая-то шутка Ну придумай К ней начало Главное же Финал Выкрут Ну придумай К ней начало Вот пожалуйста Анекдот Ну так вот В чистом виде Я не придумываю Хотя иногда Вот на этих вот Концертах Анекдот Анекдот Знаете Вот так вот Анекдоты Себя выберешь Так приготовишь Чтобы рассказать Я например Иду восьмым номером Передо мной Выходит Один мой рассказал Второй И мне вообще Ни с чем выходить Уже Боже мой Я пять анекдотов Выбрал Мне казалось Что это все Эксклюзив Никто не знает Все знают Все все рассказали Ну что делать Ну тогда я просто Беру элементарно Шутки Из своего номера Из какого-то И вдаю это Как анекдот Так что Вот приходится Выкручиваться Вот эти шутки Из номера Эти фразы Вы были когда-нибудь В такой ситуации Когда совершенно Вот на улице От посторонних людей Вы слышите Свои фразы То есть те фразы Которые уже Ушли в народ Да в общем-то Нет но Мне часто вот Говорят за кулисами Что Да вот вы знаете Вот особенно Вот это вот словечко Из номера Про тещу Популярным стало От хэппи бёздить Да и мне в записках Тоже пишут Сергей Мы вас хотим От хэппи бёздить Например Лена и Ира Тогда день рождения Праздник детства И никуда от него Не деться У Сёмы Не ну надо же мужика От хэппи бёздить Насколько трудно пишется Или вот прям сразу Вот легко Записки на манжетах И сразу номер Как это бывает Да Бывает всякий раз По-разному Иногда Действительно Раз Написал И практически Ничего уже не надо Исправлять Готово Так вот было С моим первым номером Который я показал В Омске Может быть вы его видели Этот номер В женском платье В кокошнике Где рассказывает ведущая О тех или иных традициях На Руси Валентинов день называется Да, Валентинов день Это была такая передача В Омске Я посмотрел Абхохотался Конечно Пришёл домой И написал такую пародию Практически ничего Не исправляя Она в таком виде существует Вот этот номер с листа Как и во всякий праздник Поджигали Поджигали соседские амбары Когда амбары догорали Девицы звонко реготали И сигали через костры Кто долетал Выбирал себе добро молодца Я тогда наёмно думал Что все номера так пишутся Ничего подобного Бывает очень обидная ситуация Когда ты что-то напишешь Тебе очень нравится Но не стыдно Выходишь А зал как-то вот так Ну равнодушно воспринимает Значит вот чего-то ты вот здесь Не доделал Может быть это только тебе смешно И так далее И приходится переделывать Переделать, переписывать Иногда вообще это откладывать в сторону И процесс может быть совершенно непредсказуемым От месяца до двух лет К примеру Пока это всё вот так вот Встаёт на свои места Так что тут каждый раз по-разному И вот даже прежде чем новый номер показать публике Я ведь его сначала частично проверяю Я ну уж раскрою там секреты некоторые Например могу его проверить в записках зрительских Когда прошу их писать записки Да Вот я некоторые читаю свои шутки Которые они якобы прислали Но я проверяю Это работает или не работает вообще Потом я просто например Как свои воспоминания Отдельные кусочки номера могу проверить Имеет право на существование или нет Потом на свой страх и риск Первый раз делаю номер целиком Если всё в порядке Там уже начинается Что-то представляется местами Добавляется Вычёркивается Ну это знаете как Пластический хирург Что-то отсекает Какие-то там капсулы вводит Ну долгий процесс Ну раз уж мы начали приоткрывать Я так понимаю Всё-таки чуть-чуть приоткрывать секреты Сергея Дробатенко Ну тут я честно всё сказал Как есть Ну тогда если возможно ещё один секрет Как проходит Не женат Как проходит выступление Сергея Дробатенко Вот как проходит концерт Или участие в концерте Или сольник Все номера записаны Дословно Ну за исключением записок Или может быть всё-таки на концерте Какой-то элемент импровизации Вот осенило Всё-таки вы же не просто исполнитель Вы автор Конечно Но только этот элемент Не по части письма А по части игры может быть Потому что в зависимости от приёма Ты как-то вот и по-разному играешь То есть иногда вот например Ну зал везде разный Я уже давно понял Это не от географии зависит А от того кто приходит И не важно ты в Иркуте В Москве В Королёве Или в Хабаровске Не важно Вот у всех людей есть чувство юмора Ну просто у кого-то оно Обострённое А у кого-то притуплённое Да И в зависимости от того Каких людей в зале больше Так и проходит концерт И иногда вот идёт очень тяжело Я не знаю почему Как это объяснить Ну тяжеловато вначале их раскачать Может быть там рабочий день Там уставшие люди Почему в выходные обычно стараются делать Ну там попроще их раскачать Все выспались Пришли весёлые из дома И вот поэтому мне естественно приходится Где-то там форсировать звук И поэтому мои герои Может быть в начале концерта Могут быть немножко агрессивнее Чем обычно Да А на другой публике Которые всё понимают с полуслова Я могу наоборот дать такого Более ленивого Или такого знаете Ну сейчас всё будет Сейчас, сейчас, сейчас Сейчас выдам Да Поэтому вот здесь Всё время по-разному И вот Ольга, звукооператор Которая на моих концертах Всё время работает Она говорит Ты знаешь, я вот удивляюсь У тебя вот Одни и те же герои Казалось бы, да Ну как-то вот Такое ощущение, что новый номер Она смотрит Она наизусть всё знает Говорит Такое ощущение, что вот новый номер Действительно Каждый раз по-новому Ну а по части шуток Иногда бывает и осеняет по ходу Да Хочется чего-то добавить Бывает А концерты строятся Иногда я работаю В двух отделениях Иногда в одном Это зависит от зала Если есть Где в антракте Выйти там Отдохнуть людям Тогда, наверное, в двух Ну а многие залы Не предусмотрены Например, кинотеатры и прочее Тогда в одном Длится концерт Ну больше двух часов Это точно, да Бывали ли на концертах Такие ситуации Когда, ну вот вроде бы Уже номер отчитан там Неоднократно Реакция зала В основном предсказуема И вдруг происходит ситуация Когда, ну просто вот Совершенно противоположные реакции Или не знаю, что делать Не знаю, что дальше Вот дальше не движется Бывает такое? Да, бывает Но Вообще, понимаете Вот почему говорят Разговорный жанр Самый сложный жанр Потому что Успех того или иного номера Не всегда зависит от тебя Вот У меня был ужасный концерт В Анапе Этим летом Почему? Как выяснилось А потому что Этот зал Где был концерт Находился Недалеко от военного аэродрома И через 10 минут В небе с грохотом Пролетали какие-то бомбардировщики И естественно Это настолько сбивало реакцию То есть вот идет шутка Начало Тут Все Все мимо ноты То есть это настолько Сразу отвлекает Рассеивается внимание Я ничего понять не мог Ну как так? Вроде начинают смеяться Как тут пролетит что-то над головой Все Опять ноль Вот Ну кто это мог предположить заранее? Никто Бывает, конечно, что Приводят маленьких детей Ну естественно Они начинают там плакать Или еще что-то Или наоборот смеяться Хотя я не думаю, что они Текстами смеются Над чем-то своим Но это тоже очень сильно Сбивает Те же мобильные телефоны В ненужный момент Когда, например Ты в тишине Так концентрируешь На себя внимание Вот сейчас Произойдет основная Фраза Поворачивающая номер И тут вдруг У кого-то звонит мобильный Опять все рушится Как карточный домик Из которого нижнюю карту Вытащили Все И вот таких побочных явлений Очень много Предугадать их невозможно Пьяные бывают, конечно, тоже в зале Которые мешают Я еще столкнулся с такой вещью Когда я читаю номер Валентина в день И переодеваюсь в платье Тут же Налетает тысяча девчонок И начинают фотографировать С первого ряда Так отойдите, нам не видно Те начинают качать Нам не слышно Опять Номер проседает Вот из-за этого Вот Поэтому, ну что Ну, каждый раз Выходим К неизвестному А были какие-то Вот такие конкретные Запоминающиеся моменты На концертах Может быть Ну, может быть В какой-то момент Они стали накладкой Но которые вот И для зрителей И для вас остались позитивными Забавными, веселыми Ну да Я вот Во Владимире Опять же Делал этот номер Валентина в день И тут вдруг Встает мужчина С четвертого ряда Как выяснилось потом Фотокорреспондент Подходит вот так И начинает Начать прицеливаться Спереди Потом сбоку подойдет И прочее Где-то пол номера Я чувствую Уже весь зал За ним следит Вот так вот А я стою в платье Поворачиваюсь Наконец к нему И говорю Мужчина Ну вы меня снимете Или нет Все Это уже стало Повалом И так далее К сожалению Время нашей программы Неумолимо подходит К концу И наверное Мой последний вопрос К Сергею Что бы вы могли пожелать Вашим зрителям Дорогие зрители Я хочу вам напомнить Что к нам в гости Пришел год лошади А это ведь Профессиональный год Всех сатириков И юмористов Потому что лошадь Это такое животное Которое иногда Любит поржать И это уже Наша задача Хотя бы На время концерта Превратить вас В таких лошадок Вот я хочу вам пожелать Неистребимого чувства юмора Потому что это наверное Единственное чувство Которое нам помогает Жить и выживать Я хочу пожелать Всем женщинам Любви Огромной Бесконечной любви А всем мужчинам В связи с этим Крепкого здоровья Спасибо Сергею Нашим сегодняшним гостем Был постоянный участник Программ Аншлаг и смеха панорама Лауреат всероссийского конкурса Артистов сатиры и юмора Сергей Дроботенко Мы на этом с вами прощаемся Но ненадолго До следующей встречи Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин